Прикольно, прикольно, 8-8, найс, класс, шестой ход уже Лол! Он что, угорает? Я, конечно, извиняюсь, но это мои древние Кстати, мы с вами постоянно говорим о картах, но знали ли вы, что одной из самых сильных карт ХСа принято считать банковскую? Но если серьезно, я бы хотел порекомендовать вам оформить дебетовую карту Тинькофф Блэк от Тинькофф Банка Так как именно она не только идеальна для повседневного использования, особенно для таких игроков, как мы Но и позволяет получить 3 месяца бесплатного обслуживания, чтобы убедиться лично, что это крутая карта Не понравится что-то, ты никому и ничего не должен Кроме того, все вы, то есть все подписчики канала, получат еще 5% кэшбэк на выбранные геймерские категории на месяц Можно нехило сэкономить, и это без учета 10% годовых на остаток по счету до конца лета 1% кэшбэк со всех покупок, а на кино, театры и концерты 15% Также возможность бесплатно снимать наличные в любых банкоматах и бесплатная доставка в любое удобное время и место Одним словом, легендарно Так что не стой столбом, а заглядывай в описание и оформляй карту Всем привет и приветствую вас на моем канале, за микрофоном как всегда плагиат И сегодня мы с вами будем играть на пробафанном древне-друиде Я заметил то, что большинство стримеров, большинство игроков попытались сразу же что-то изобрести со светодревом То есть использовать нового хлюпонизатора, который в цене упал с 8 до 7 Для того, чтобы как можно быстрее множить, размножать и прочее делать с бедными светодревними И затем побеждать вот таких вот контроль воинов, бомба воинов, неважно Всех подряд, короче говоря В терпильной игре, конечно же Но мало кто обратил внимание на небольшой баф дробилки Я тут подумал, что существует такой чувак Чамп Эйчэс Чамп Хээс Ну, называйте как хотите Мне вот удобно Чамп Эйчэс делать И я только посмотрел, блин, а братан-то нормально записал Если что, ссылку на его канал, точнее на тот же видос с этой колодой, на которой мы, собственно, сейчас играем с его декой Я оставлю в описании Ну, а здесь у нас с вами перед глазами друид на дробилках, на древних и на другом таком сексуальном приколе В общем, чем он отличается от обычного токен друида И за что ему гордиться Почему я горд за эту деку За то, что ей играю Так мы делаем для того, чтобы он не реализовал двойной варпас Размениваемся, собственно Ему нужна шестая мана для того, чтобы он всех этих моих кристальных дриад забрал Он использовал монетку, то есть на следующем ходу потасовки тоже не будет Возможно, будем использовать морского великана, чтобы точно его забайсить Но это то ли еще будет Основным отличием от обыкновенного токен друида является то, что эта колода не такая агрессивная Но как компенсация вот этой вот недоагрессии Этой компенсацией является набор невероятно больших существ И довольно-таки мощных карт Таких, как Древовещатель, который просто может в один момент превратить всех ваших древних 2-2 в древних 5-5 Сейчас у меня, на самом деле, нет желания выставлять ничего более Хотя он может использовать взрывчатка бота, поэтому, наверное, стоит силу природы использовать И затем, конечно, у нас ход потеряется То есть здесь он, скорее всего, будет чистить либо потасовкой Ну да, скорее всего, тут будет 100% потасовка И на этом ход закончится И то, что три наших древних умрет, позволит нам поставить дробилку Вот, собственно, и один из плюсов То есть, блин, пожалуйста, разменяй Ну ты не можешь его оставить на столе, братан Ты просто не можешь Красава Никто, кстати, не будет от дробилки играть Я вам отвечаю Это настолько next-level карта Еще и с этим нерфом И настолько мало людей от нее играют Что, как бы, дробилка выходит И чел такой Прикольно, прикольно 8-8, найс Угу, класс Шестой ход уже То есть, довольно доступно Также вы могли заметить в колоде два сочных псербуса Если что, вы можете заменить одного из них Один из них Потому что один из них, в принципе, я думаю, нужен Потому что высадка в псербуса Псербуза Добираете 7, 8, 9, 10 карты, да? Вы можете аж 4 карты добрать И тут есть и 7, и 8, и 9, и 10 Семерка здесь основная изобретательница Ну, как бы Тот самый момент, когда Озорная изобретательница Заиграла, скажем так И вам не стыдно Играть ее в своей колоде Я кину сюда разрушитель HR И пойду в фейс Как вам такое? Думаю, вы согласитесь Ставить дендролога? Думаю, нет особого смысла Потому что он может с варпаса это все забрать Я просто не помню, как на самом деле Эта карта называется по-русски Окей, пойдем в лицо Я просто думал Как переводится Ну, скоро узнаем, я надеюсь Хотя, желательно не узнавать Тут, как бы, размен Фейс Трижды прокрутить эту шарманку И нормально Но затем у нас сила леса И, как бы, здравствуйте Просто привет Он же знает, что это механизм? Он же знает, что это механизм? Окей, знает Как бы, еще один плюс дробилки Это то, что воина Некоторыми зачистками Такие, как звучат кабот Очень назойливыми зачистками Не сможет ничего сделать Прям очень приятно Душа леса есть Как бы, но Меня это не волнует Я пойду в фейс Не буду здесь размениваться Если он будет использовать Любую из зачисток То здесь вообще нет смысла Ничего чистить Окей, вот сейчас за счет кабот Все-таки за счет кабот там Но он чистит не все Повезло, что сейчас Не два существа Короче, два существа осталось Не все отлетели Если мы копаем свайп здесь То мы побеждаем А укус подходит вроде Да Интересненько Вы знаете В отличии от Токен друида обыкновенного В котором вы просто агрессируете Выставляете все зеленые карты Которые вам доступны Эта колода мне нравится Своей вариативностью То есть здесь ее явно Больше, чем в обычном Токен друиде И как бы У меня вообще просто Чисто агрессивная колода Не нравится Хоть я их Иногда и показываю вам В геймплее Но геймплей там Сами понимаете Не самый интересный получается Здесь же все Как бы немножко лучше Здесь есть пару Картероскопок Такие как Дендролог Продонзис один Вот Также Вот эти вот Манипуляции с древними Очень интересно выглядят И В принципе Увидеть новые карты Которые до этого Не видели игры Это довольно таки Прикольно На мой взгляд И давайте Наверное Сейчас перейдем К мулигану В трой катке Здесь вы Конечно Против агрессивных колод Против Мидренш Агрессивных колод Хотите видеть Давайте два Отельнения Хотите Как можно чаще Видеть Вот этих вот Сестер Кристальных дриад Это Сражица Путиснов Также Неплохо Желуденец Желуденец Вообще Лучший опенер У друида Сейчас На данный момент Также Наверное Силу дикой природы То есть Это три универсальных Карты Которые вы хотите Видеть в мулигане Против агрессивных Мидренш Колод Если вы пытаетесь Против какой-нибудь Медленной Либо контроль Деки То можете С удовольствием Оставлять Псирбус Один Потому что Затем вы Как-нибудь Дровнете Какие-нибудь Лесные огоньки С Псирбуса Доберете Морского великана И это уже будет Кучу-мучу-мучу Качу Очень круто И Великан Выйдет Очень рано Собственно Всем будет хорошо Все хотят Видеть Хорошенькое 8-8 Существо На столе Как можно раньше Эта рога Реально потеет С контролем Стола Прям Реально потеет Я не хочу 4 огонька Вызывать Я хочу Вызвать Просто Эту пантеру Разменяться Здесь И заставить Его трейдиться У него еще Один прихвост Им правда В руке Я не могу Знать Что за он Возможно Он поможет Им разменяться Но Лесные огоньки Конечно Немножко Плохо Выглядят Здесь Я надеюсь Он заспамит Стол Реализация По геймплею Здесь Все Выглядит Как токен Друид Только У которого Отобрали Сверхагрессивные Карты Добавили Чуть тяжелее С которым Нужно Чуть-чуть Дольше Подумать Особенно Здесь Нужно Понимать В какое Время Выставить Древний Если У вас Есть Варианты Выставлять Или нет С дробилкой В руке Либо В любом Случа Будет Бафаться Не как Какой-нибудь Болвар Из гоблинов И гномов Вспоминаю Да Который получал Баф Только если Он находился У вас В руке Нет Если Просто Деки У вас Есть Эта Карта Так Я вызову Четыре Существа И эта Штука Будет Стоить Два То есть Недостаточно На ты Наф Ну тогда Вот так Давай Убьем Пожалуй Вот Эту Штуку Мне не нравится Когда Рога Копает С пылы Вы Наверняка Заметили Что в этой Деке Нет ни Одной легендарки Но Что как бы Очевидно Хорошая новость Для бюджетных игроков Но в ней Огромное количество Эпиков И если С морским великаном С морскими великанами И Не знаю Лесными огоньками Вопросов не возникает Потому что Морской великан Общий знает сейчас В огромном количестве Калод И вообще Это замечает Вообще Все Классические великаны Это супер крутые карты Которые я советую Всем сразу же Ну Возможности Как бы иметь В коллекции И Лесные огоньки Это тоже довольно-таки Прикольный секс Погнали так И Вот так Вот Снегоньки Любой уважающийся Токен Друид Будет иметь В деке В коллекции Скажем так То остальные Они здесь Довольно-таки Ситуативные Особенно сочный Псербус То есть Один ладно еще Но Как бы Два это чересчур Я считаю Тут довольно-таки Можно как-то На что-нибудь поменять На более агрессивное Что-нибудь добавить Не знаю Того же Талноса Как-то Бор И Какой-нибудь Или можно еще добавить Одного Дендролога Для того, чтобы Получить больше Вариативности В ресурсах И больше зачисток Потому что Как вы можете заметить В этой деке Ни одной зачистки нет То есть Здесь Чамп полностью Отказался от Свайпов От гневов То есть Здесь все контролится Исключительно За счет стола И в данный момент Мы от этого Будем страдать Я думаю Посмотрим Надеюсь Реализация Сочного Псербуза Здесь затащит И то, что Как бы Роганин находит Особо много ресурсов Для того, чтобы Все это затрените Нам тоже Играет на руку Окей Бодонос Такая мемная карта Я не думаю Он выглядит Реально Как мем Рога Ужасно потеет Зачистка стола Что Я немножко Не понимаю Совершенно Чуть-чуть Совсем Окей Тупо Три карты Раз Два И великан Такой Здравствуйте Я стою Четыре Найс Разменяю Наверное Да Опять Не хочу Чтобы он Колдовал Свои заклятия Ну Темп Конечно Упал Я надеюсь Он выставит Еще Сейчас Сколько Это Три существа Это будет стоить Четыре Блин Надеюсь Он весь стол Заспамит Чтобы я Морского великана Еще просто Выставил Одного Нет Сила героя И все В лесу Я понял Ладно Презодробилку Играешь Чтобы не дать ему Возможность Добрать карт Как бы Если у чела Есть возможность Добрать карты То мы В конкретной Жопе Я просто Говорю Потому что Стол Не за нами Очевидно Перевернуть игру Поможет нам Только озорная Забедательница Занерфленная Блин Потому что Мы ставим ее Она позволяет Двумя Раздражаторами Ему Как бы Отбирает У него Возможность Делать хорошие Трейды Идти нам Лицо Тем временем Мы сетапим Еще морского великана Возможно Придет забав Сила дикой природы Будет вообще Супер как раз Криклак здесь Не особо Поможет Если он сейчас Будет морфить Его в одну Существу Умный игрок Умный Но сейчас За счет Этого Небольшого Спама Мационная Изобретательница Чувствуется Намного лучше Вкупе с великаном Но если там Лерой То мы Умираем Поэтому давайте Лучше Через изобретательницу Сыграем А вот и я Не великан Потому что Это слишком Открытый ход Да мы сетапим Летал Но как бы Если у него Есть Лерой То мы Отлетаем Если у него Есть ошеломление То мы Отлетаем Если у него Есть еще Любая Суперагрессивная Тема Которая наносит 5 урона И больше То извините Мы снова Отлетаем Атака у нас Будет вполне себе Мелочь Мы законтролим Как минимум Он сам Законтролит Великанец Остается Если там Нету Сапа Там Две Вендеты Или Одна Вендета Плюс Размен Хорошо Мне нравится Окей Ой Это ты зачем Сделал За это Можно Ибан Вау Окей Окей Ладно Давай Без рева Чувак Слышь Я понимаю Что ты Как бы С ведьмого Лиса Нормально Дровал Давай Без этих Приколов По генкондишну Я думаю Вы уже Прекрасно Понимаете Как эта дека Играется То есть По факту То же самое Выставление зеленых картонок Только поинтересней Поэтому Да Если у вас есть Карты Вы любите древние И вообще Хотите поэкспериментировать Эта дека Не самый худший Выбор То есть Это не что-то Прям супер Мемное Серьезно Эта дека Имеет шанс На игру Поэтому Если у вас Там не хватает Двух эпиков То Окей И у вас там 5000 пыли Без б Ой Как сейчас Дендролога Хочется Боже Угу Ну давай Дотрейдишь Уже Подождите Что ты делаешь Он летал Сетапит Или что Так Секунду Нет О боже Это не то На что я рассчитывал Совершенно Не то Ладно Ну типа Не ешь Меня Фиг его знает Как бы Это не лучший ход Я понимаю Я считать Особо не умею Поэтому Сделал именно так Но Ход был довольно таки Интересный Он как бы Оставил Он рассчитал Примерно Сколько с дековарева Может в лесо получить И как бы Зачем ему вообще Трениться В таком случае Блин Это очень близко Если там лерой То мы отлетаем И в принципе Заслуженно Окей Летала нет Ооо Он любая вещаватель Здравствуйте Он такой Сейчас Wait a second Серьезно Не спасет Тут типа Пофиг Этот Кенгуренок Останется Не хочу Дополнительный урон Получать Ну неплохо сыграно Ну неплохо сыграно Это значит У тебя еще одна карта Лерой И ты просто Меня бы имел Правильно Я тебя правильно понимаю Я тебя правильно понимаю Либо ты топ дек Увидел До того как Лол Он что угорает В этом матчапе Я сделал Настолько хитрый Мулиган Насколько это возможно Потому что Если мы попались Против стандартного Мага на Мановихре То После выставления Стравишься Пути снов Он подумает Блин Этот челик Сейчас будет Меня душить Дамка я Зеркальной копией Дамка я Зеркальной копией Под Кадгаром Морской великан Такой Хех Пожалуй Выйду за одну ману Поэтому я Морской великана Оставил на старте Что Сделать далеко не каждый Ну вот Чел вообще Просто пошел в все тяжкие Я представляю Что Во-первых Это супер крутой трейд Это точно И во-вторых Он сто процентов Сейчас будет кастовать Эти вот Зеркальные копии Под Кадгаром Давай Кадгар зеркальной копией Костян читает уже Игру на перенет Это банана носит Всего лишь Это всего лишь Банана носит Ну Зато мы продолжаем Созеленение И возможно Делаем гг Уже На пятом ходу При помощи Две обещателя Я бы посмотрел на это Очевидно Данная дега играет хорошо Против медленных колод Не особо большим количеством Зачисток Да Тут заход Конечно Извини Тут просто заход Конечно Я извиняюсь Я конечно Извиняюсь Но это мои древние Бау Что ты будешь делать Я люблю Возможно Ты консиднешь Прямо сейчас Чувак Это древо Это даже не древень Это древо Монетка Тройка Ты думаешь Тебя это спасет А если вылупятся великаны Ты хоть подумал Вот Ты думаешь о детях Классные рубашки Костян У меня таких нет Ага Окей 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 Хитро Но я поставлю Морского великана Потому что я люблю добиться Если он сейчас Захочет типа делать Еще Заморозку И Поставить весь Никорока То я делаю душу леса Все Все удобно Очень крутой размен Ясно Давай только без провокации Слышь Красава My dude Он даже Он даже О Зачем Что ж Моя ментальная сила Настолько крепка Что Данный маг Вот просто себе Напридумывал Что у меня дикерев есть И такой типа Нет I'm done Но на этом геймплей Подходит к концу Надеюсь он вам понравился И заслужил царского лайка Вот такого лайка крутого Который сможет там 3000 лайков 3500 4500 Кто его знает Если ролик вам понравился То ставьте лайк Оставляйте комментарии Если вы хотите увидеть Какую-нибудь другую колоду Код этой колоды Вы сможете найти в описании В моей группе ВКонтакте Вступайте Также Если вы вдруг не знали То в Беларуси наконец-то Ввели нормальные спонсорские подписки Если вы хотели уже давно Поддержать мой канал Но вам совершенно не нравится ВПН Все эти манипуляции кривые То сейчас вы можете Без проблем заспонсорить Но на этом все Ролик подходит к концу Большое спасибо Что посмотрели Жду вас на завтрашнем стриме И в следующем ролике Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok